ребята всем привет добро пожаловать на канал terra house мои подписчики могут заметить то что я переименовал канал теперь с этого дня он будет называться terra house можете по этому поводу написать комментарии итак поехали что что у нас сегодня за пациент собственно пациент яйцо ситуация стандартная это яйцо складки в которой одно яйцо вылупилась то есть один и углевар вылупился несколько дней назад это яйцо никак не хочет проклевываться прошло несколько дней и я довольно таки уже за переживал потому что пора бы уже пора бы углевар не влазит возможно он ослаб либо пошло что-то не так либо он вообще там не живое так сказать поэтому сейчас я хочу вскрыть яйцо сделать течение небольшое скорее всего он там не живой обычно просто так они не не ведут себя так если бы он здоровый был активный он бы в течение суток примерно 2 вылез бы вместе с первым углеваром этот не хочет я на всякий случай здесь приготовил контейнер с его братом вот он сидит там в домике если вдруг он будет живой я его сюда помещу если вдруг он будет живой и слабый то придется саживать его садить в другой контейнер чтобы тот его не забил сейчас просвечу его на камеру хочу показать как он выглядит изнутри свет сейчас выключим немножко будет темно сначала не пугайтесь кто боится темноты вот он видите эмбрион есть с правой стороны более пусто поэтому будем скрывать его с правой стороны включим свет извиняемся вот так получше надеюсь никто не ослеп настроим аппаратуру нашу самсунгов скоро и потихоньку неспешно очень аккуратная процедура будем делать сечение точнее не сечение разрез кончики ножниц достаточно тупые поэтому нам надо будет сделать прокол и аккуратно его разрезать делать небольшой разрез он никак не хочет сам вылазить возможно ну скорее всего там уже ох ничего себе это потек желток очень-очень аккуратно кропотливая работа поэтому я стараюсь ничего не говорить на камеру весь вовлечен немножко такая жизнь жижица выбегает поработаем теперь щипочками так вот эмбрион виден эмбрион виден неизвестно живую так продолжаем таки такими пальцами сама такую работу делать ну а и Ну да, эмбрион на месте, но по-моему, по-моему, а он, к сожалению, не вот. Недоразвитый. Такое тоже бывает. Жизненный ролик. Я, получается, круглупу вскрыл, а вот этот мешочек сам. Да, получается, он в мешочке. Скорлупу я вскрыл, а самую бульфа в мешочке. Жалко, конечно, жалко. Ничего не поделал. 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 Пусть полежит. Слушайте, он как будто бы живой, просто недоразвитый. Дышит или не дышит. Он шевелится. Он шевелится. Дышит, не дышит, не знаю. Да, он плохо развивался, видать. Он плохо развивался. Желточный мешок он не втянул. Оно шевелится. Оно шевелится. Оно шевелится. В общем, мы будем сейчас его пересушивать. Сейчас я уберу во влажную какую-то камеру. Буду поддерживать тепло, температуру теплую. И будем его выхаживать. Надеюсь, все будет хорошо. Вот такое вот не совсем лайтовое видео. Слабонервно мне смотреть. Но жизнь как она есть получается. Не всегда, когда выращиваешь животных. Весело и прикольно. В общем, сейчас я буду заниматься. Всем пока. Немного по скриптам. Я переместил его в контейнер. Предварительно чистый. То есть в чистый контейнер на чистой салфетке. Снизу постелил новую салфетку. И не перемещая, получается, его с этой салфеткой. На которую изначально он вылез, так сказать. На которую я вытащил его вместе с салфеткой. Я поместил в контейнер на новую салфетку. Налил туда воды. То есть и сейчас задача следить за влажностью. Чтобы он не пересох. И следить за температурой. Чтобы он не замерз. Также не перегрелся. Он вроде двигается. Он еще живой. Будем надеяться, что с ним будет все хорошо. Завтра, послезавтра. Я сниму, выложу продолжение. И вы узнаете, что с ним случилось. Надеюсь. Еще раз повторюсь. Все будет хорошо. У меня уже был такой случай. Я вот такого выхожу. Вы видите, кто-то скажет еще, что зачем вскрыл. Рано вскрыл. Чтобы он мог больше развиться и сам вылезти. Тут другая сторона медали. Вдруг он был слишком слаб, чтобы разрезать скорлупу. Скрылупа довольно плотная была. Потому что он вместе с братом его инкубировался в одинаковых условиях. И его брат вылез несколько дней назад. Дня 3-4 точно. Поэтому я его запереживал и вскрыл. Потому что были такие ситуации, что яйца лежали с эмбрионами и просто погибали. Поэтому я пошел на такой шаг. Вот так. Так. Ну а утр案 Алина шаг.